Бунанов, цензура, Бунанович. Если ты против мюридизма, значит ты и против тейповой системы, ведь такого нет в исламе. Противоречие на противоречии. Если ты против национализма, почему ты заичкерий? Национальное государство. И да, говорят, Шервани Басаев расшивается в Польше, видел его там, у меня к нему вопросы. Если ты против мюридизма, значит ты и против тейповой системы. Ложное заявление – это абсолютная ложь. Мюридизм не имеет никакого отношения к тейпам. Если бы мюридизм имел хоть какое-то отношение к тейповым системам, то они бы как-то пересекались. Мюридизм – это религиозное учение, это одна из ветвей, одно из течений в исламе. Это суфизм. Мюридизм – это суфизм. И он не имеет никакого отношения к тейповой системе, потому что в одно и то же время представители одного и того же тейпа могут быть в разных вирдах, быть мюридами разных устазов или даже быть вообще не быть. То есть одна часть будет суфиями, другая часть будет вообще не суфиями. Более того, в своей основе просто так получилось, что чеченский народ весь в исламе. Но теоретически могло быть даже так, что в одном тейпе были бы мусульмане и не мусульмане. Поэтому это совершенно ложное заявление, которое ты сделал. Либо ты просто сам этого не понимаешь, не разбираешься в этом, либо ты специально хочешь как-то вести людей в заблуждение. Далее, противоречие на противоречии. Это, наверное, в твоей голове. У нас нет противоречий. Что касается национализма, почему ты за Ичкерию? Это ведь национальное государство. Ичкерия – это шариатское государство. Где ты видел там слово «национальное»? Нигде нет слова «национальное» в Ичкерии. Ичкерия – это шариатское государство. И национализм не подразумевает никакого… Не подразумевает… Точнее, наоборот, национальное государство не подразумевает национализма. Допустим, Германия, Польша, Швеция, Франция – они все национальные государства. Но в них нет национализма. Понимаешь, здесь не должно… Если какое-то… Понимаешь, Франция, в ней живут французы. Французы, от них как бы название Франция. Это государство французов. Но национализма там нет. Национализм бывает тогда, когда ты начинаешь говорить, что твоя нация выше другой. Когда ты начинаешь говорить, что ты крут, потому что ты такой нации. Вот это национализм. А не то, что твое государство называется по имени тех людей, по большинству того народа, который проживает на этой территории. Это не национализм. Я не могу, как ты свободно балаболить. У меня место ограничено, говорит. Так что это у тебя в голове противоречия. И это ты делаешь ложные заявления. Если ты такой мусульманин, то для тебя такие вещи, как тейп и национальность, не должны существовать. Это разделяет людей. Ислам объединяет взаимоисключающие вещи. Буданов, ты начинаешь что-то соответствовать своему нику. Перестань возводить ложную религию Аллаха. Аллах в Уране как раз таки говорит, что Он создал нас народами и племенами. Только лишь для того, чтобы мы поддерживали родственные связи. Аллах сделал нас народами и племенами, понимаешь? Тейповой системой нас сделал Всевышний Аллах. Не мы это придумали. Это Аллах нас такими сделал. А ты говоришь, что Ислам против этого. Ты приведи в порядок свою голову, свои знания. Ты же возводишь ложную религию. В Рестлинг. Том Cento, я созвал Фитт, но верю, что Ковчег-Ну Хамиль может быть в Чечне. Советую не говорить ничего плохого. Возможно, ты ошибся в своих суждениях. А я когда-нибудь говорил, что он не может быть в Чечне, что ли? Ты можешь мне нибудь показать такие слова? Ну что, никогда не говорил, что он не может быть в Чечне. Он может быть в Чечне, может быть в Китае, может быть в Японии, может быть в Аравии, может быть в США, может в Австралии, где угодно может быть. мы мы не можем это отрицать потому что у нас нет какого-то конкретного географического местоположения уране нам локацию не скинули нам просто сказали пораньше это причалил к горе аль джуди а где это аль джуди нам не сказали понимаете вот этого места положения там нет поэтому это аль джуди могла быть где угодно том числе и в чечне действительно давать и горах она могла быть там все говорил о том что даже если это сто процентов ковчег даже если это сто процентов аль джуди томсо говорит что нельзя нельзя проводить там раскопки раскопать это место и утверждать что это ковчег нельзя это делать даже если сто процентов это правда нельзя это делать потому что это приведет к тому за что был погублен народным ассалам алейкум тумсо сюда в европу приезжают бывшие сотрудники и они говорят что они пожалели во всем как к ним относиться нужно ли им верить и вообще в исламе какое отношение нужно быть книг алейкум ассалам приехал сюда разумеется все они будут говорить что они пожалели здесь знаете есть такой момент если сюда кто-то приезжает из кадыровских сотрудников то есть то первое что должно волновать людей это если за ними какие-то преступления за этим конкретным человеком приехавшим сюда если за ним эти преступления есть то здесь этого человека нужно привести к ответственности то есть эти соответствии с действующим законодательством в этой стране это этого человека нужно привлечь в ответственности просто надо вот один момент нам всем понять если человек допустим приехал или просто он там где-то работал системе имеет ли он право на то чтобы раскаяться он же имеет на это право не можем этого лишать этого права есть здесь уже просто нужно понять за этим человеком конкретные преступления есть если они есть то в этом случае он должен понести за это ответственность это нужно нужно донести это здесь до властей его нужно чтобы он предстал там перед правосудием только так мансур у нас но у нас у многих пропало такое важное качество как ревность один из вас сильнейших столбов ислама любовь и ненависть ради аллаха кадыровские животные приезжают европу и тут они становятся чеченцами никого не пытали а просто в будке сидели лично меня этим разве током и талии и знаю много здесь видишь мансур я по этому еще раз говорю здесь вопрос конкретный человек приехавшие в европу если он пытал людей то он совершал преступления против человечности и этого человека он является угрозой здесь для нас он является угрозой для европы он является угрозой и этого человека наш здесь наш с вами и в первую очередь интерес чтобы обезвредить этого человека и что чтобы он не представлял здесь опасность. Кто его знает, может он засланный, может его специально сюда заслали. Поэтому проводить с таким человеком здесь самосуд, мы не имеем права. Мы приехали в эти страны европейские, заключив с ними договор, что мы не будем здесь заниматься какими-то противоправными действиями. А в случае с самосудами кадыровцами, это является противоправным действием. Поэтому мы не имеем права здесь этого делать. Что мы должны сделать? Мы должны обезопасить и себя, и Европу от подобного рода преступников. Значит, нужно сделать так, чтобы они здесь либо сидели в тюрьме, либо были депортированы обратно к своим хозяевам. Но это только в том случае, если это преступник конкретный, а не просто там, знаешь, он работал где-то. Очень много там реально таких людей, которые действительно просто работают. Кто-то там просто в ППСе ходит туда-сюда по проспекту Путина, допустим. Есть такой человек, он никогда никого не пытал. Есть там такие люди. Мы сейчас не говорим его о правде, что он хороший. Это плохо, что он там работает. Но тем не менее, он отличается кардинально от того, кто в подвале где-то пытает током людей. Они совершенно разные, два человека. Поэтому этот, если он раскаялся и, допустим, убежал там, у него какие-то проблемы появились, и за ним нет преступлений, нам нужно допустить, что этот человек мог раскаяниться. Однако в то же время нужно понимать, что в любом случае такой человек может представлять опасность, может он засну. Здесь, я думаю, здесь работать должны спецслужбы европейских стран. И было бы хорошо, если бы они в этом конкретном случае работали бы с Чеченской диаспорой, согласовывались, ну, консультировались, как скажем, с ними. Продолжение следует...